На готовку часто спасают полуфабрикаты. Сегодня расскажем, как выбрать пельмени. Первым делом, если упаковка позволяет, оцените их внешний вид. Видите, что они разморожены или слиплись, фарш выступает за края теста, а само тесто серого цвета? В этом случае состав можно даже не читать. Это признаки некачественного продукта. Не должно быть слипшихся пельменей, потому что если они слиплись, значит температурные режимы хранения были нарушены. Площина тестовой оболочки у пельменей нормируется и должна быть не более 2 мм. Масса начинки у фарша должна быть в процентном отношении не менее 49% от массы пельменей. Изучите этикетку. На ней обязательно должно быть указано, по какому документу сделан продукт. Это могут быть технические условия или государственный стандарт. Пельмени могут быть только мясными, то есть количество мясных ингредиентов в начинке должно быть не менее 60%, а в зависимости от содержания массовой доли мышечной ткани, то есть мясо без жировых вкраплений, пельмени делят на категории А, Б или В. Буква А, значит, это пельмени, изготовленные по государственному стандарту Республики Беларусь, и значит, в начинке фарша пельменя содержится не менее 80% мышечной ткани. От 60% до 80% мышечной ткани должно быть в пельмене категории В. Категория В, это значит, что начинка, фарш, начинка пельменя должна содержать не менее 40% мышечной ткани. Для начинки могут быть взяты свинина, говядина, телятина, конина, баранина, мясо, птицы, субпродукты. Возможно, и использование мясомеханической обвалки и дообвалки, но оно встречается в пельменях более низкой категории. Сырье располагается в порядке убывания. То есть, если свинина на первом месте, значит, данного сырья больше в продукте. Производители выпускают пельмени и для детей, но обязательно ищите соответствующую надпись на упаковке. Как правило, в таких продуктах не допускается использование усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей и жгучих специй, а также в них больше белка и меньше жира. Вкусных и качественных покупок!